Депутаты избирательного округа номер 5 отчитались о проделанной работе в 2020 году. Несмотря на пандемию, связанные с ней ограничения, практически все обращения и наказы жителей были выполнены. Григорий Ворванин продолжит. Депутаты 5-го избирательного округа с жителями Люберец в режиме офлайн встречаются впервые. Последний раз в таком формате парламентарии отчитывались о проделанной работе больше года назад, еще до начала пандемии. Как признается Александр Мурашкин, в 2020 году депутатам пришлось освоить работу на удаленке. Конечно, не все удалось наказы в полном объеме осуществить, потому что свои силы, деятельность свою мы немножко перенаправили. Прежде всего, на помощь людям, которые нуждаются в особом уходе, в особом внимании. Поэтому мы в плотном контакте работали больше с руководителями общественных организаций, с волонтерским штабом. На встречу с депутатами пришли активные жители района и представители общественных организаций. Практически у каждого был свой вопрос. Большинство посвящено благоустройству Люберец и движению общественного транспорта. Мы пенсионеры до полиции не можем добраться. Все время ждем, ждем, нет, час ждем, нет. И, в общем-то, расписание очень покое. Свой вопрос задала и жительница Люберец Мария Фатикова. Женщину интересует проблема установленного возле ее дома лежачего полицейского. Я живу в Южной 15, там такой полицей положили, вот такой вот, там прыгают, да, машина, сейчас сколько ездит-то, огни опасные, здоровые всякие. Невозможно, чтобы сейчас будет тепло, не откроешь окно. Грохот. Стоит грохот. На встрече жители задали несколько десятков вопросов, но некоторый ответ был дан сразу. Остальные, требующие детального изучения и подключения различных структур и ведомств, будут решены в ближайшее время. Григорий Ворванин, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.